Друзья, мы сегодня снимаем очередной фильм, одиннадцатый. Вот у меня на проводе была Финляндия в этот раз. Мы уже снимали фильмы, мы уже знаем Финляндию. Мы знаем, что там саженец, который они перевозили, Питер из финского питомника, стоил восемь тысяч рублей. Вот, и это было. И финны покупали там же. Вот, ну, там очень такая природа, что, ну, как бы это сказать-то, у плодовых деревьев очень много врагов. Мы с вами познакомились с уникальной женщиной, я так считаю. Она стала, как бы, пройдником идей Железова уже в Финляндии. Зовут ее Людмила Николаевна. Вот, дальше, где живет, и как фамилия, пока говорить не буду. Вот, она мне буквально вчера заявила, что финны по соседям пошли. А, они уже почему-то знают Железово, заметьте. Северная страна, заметьте, проходит через полярный круг. Железово знает, потому что я сибиряк. И вот она пришивает, помните, были проблемы. У нас завтра вебинар, сегодня воскресенье, завтра 12 июня 23 года будет вебинар. И там мы поговорим еще о других проблемах, и финских, и наших. Вот, а сейчас, в данный момент, только одна. Она мне присылает эту фотографию, у меня шок, зайца съели. Ну что, прощай, Вася, или как там, помните этот самый, этот, шутливый фильм юмористический. И, прощай, Вася, черта два. Вот, а у нее свой метод нашелся. Держите за стулья, поехали. Начинаем расшифровку ее технологии. Сначала она снабдила эту фотографию вот этим вот текстом. В 21-м году зайца объели яблоню, обработала рану. Внимание, жидким раствором глины, подчеркиваю, красным цветом. Яблоня год болела, в 23-м году цветет, надеюсь, уже. То, что будет дальше, этого не может быть никогда. Смотрите еще раз. Вот это поели, вот это зайца закусили. Внимание. Ну, казалось бы, все равно инвалид, да? Ну, инвалид, да, выжила. Да, что-то на чудо с ним сделано, жидкий раствор глины. Так, нет? Подчеркиваю, жидкий. Не замазала, как вот замазывают это самое. Помните, как печки обмазывают глиной? То есть, штукатурят. Нет. Тонкий слой кисточкой. Про это мы еще поговорим. А пока, внимание, проходит еще время. Вот это да. Я сижу над этими тремя снимками. Крыша мне снесло. А она еще присылает. Вот еще объели. Или сломали. Ну, допустим, это излом. Так, я уж это... А, написано. Сломанный, сука, лучи, подарок Петербурга. Обработала жидким раствором глины. Подчеркиваю, опять жидким. Опять жидким. Подчеркиваю. Сломанный сука дал очень сильный пророст. И... Ну что? Все, теперь уже точно это. Никто не будет кричать. Прощай, Вася. Вот. Ну, а дальше что? Это мне она еще прислала крупный план. Еще фотографию сделала. То есть, вот такая дикая рана не помешала дереву выжить. Вот. Ну, а теперь смотрите. Ее инструменты я попросил подробнее. Вот. Народ должен знать своих героев. Кисточка. Жидкая глина. И вот таким слоем. Заметьте, слой почти прозрачный. Видите? Вот. Так. Еще инструмент в таком виде. Так. И дальше пойдет следующая тема. Те ежи. Ну, это уже для вебинара. И уже казалось бы, ну что еще надо? Все понятно? Непонятно? Полезли мы в WhatsApp и увидели ее фильм. Внимание. Здравствуйте, Валерий Настатинович. Хочу поделиться, как я обрабатываю. Штампы, дерево, которые были каким-то образом поражены, с дайцами объедены или сломаны раствором глины. Вот у меня глина. Нижний слой – это глина. Верхний слой – вода. Дальше я. Все это взболтуем. Вот у меня такая жидкая. И предположим, это мне, кстати, верило, что здесь объедено с зайцами. И тогда я обрабатываю вот так. Просто положу несколько раз. Еще. Подожду тут немножко. Третий раз. Вот и все. Ножечку закрываю. Все располагаю. И у меня хватит на очень долгое время. Вот так. Так и жидкая. Вот так. Подсохнет немножко. Сделаю еще один снимок. Так, а теперь возвращаемся. Знаете, куда? К самому красивому снимку. Это было подготовлено для вебинара, но я не выдержал. Решил сделать поподробнее отдельным фильмом. Вот. Вот. И так спасет на дерево. Сейчас у меня немножко раздваивается та самая крыша, которая это на которой уже волосы не растут. И так. Значит, представим себе, что вообще мы не обрабатывали. Не обрабатывали бы. У меня такие случаи были. И точно так же заживало. Вот. Поэтому меня заинтересовало. А ведь это все-таки Финляндия. Это пустом морозы там 20-25 наверное 30 это редко. Наверное так. А все равно это учитывая длинную зиму. Помните, где белая ночь и там длинная зима. И тогда получается, что если дерево и не погибло, оно не должно было быть одно таким. Но не должно. Прекрасное полносящее дерево. Нам осталось выяснить, какую роль сыграло самоостановительные свойства. Просто взяло и восстановилось. У меня есть такие, я вам показывал десятки фотографий. У меня еще десятки. Продолжая деревья плодоносить. Но почему я уперся в эту глину, которую замазывала наша дама. мы в свое время пережили глиноманию. Я забыл, как она по-другому называется, якобы лечение глины. Как же она называлась-то? Что-то груда, груда, груда. Не помню. Вот, памяти нет. Но вдруг миллионы людей начали лечиться глиной. Вспоминаем, было, а я откуда знаю. Якобы у нас здесь в горах в Саянских находятся месторождения голубой глины. И я сам ездил по просьбе очень больной женщины. Она мне дала телефон, потому что сама не могла. Я связался по этому телефону с мужиком. Приехал, заплатил немаленькие, небольшие деньги. И он мне дал упаковку с глиной. Она этой глиной мазалась инструкцией. Прошло время она еще раз попросила, еще раз я съездил к этому мужику. И я знаю, что это была мода по всей стране. Вдруг глине обнаружили сечебные свойства. Сейчас мода прошла. Сейчас попробуй пойти на улицу и предложи эту свертачек с голубой глиной упаковочку. Прямо стой на улице и скажи всего 100 рублей, не 1000, а 100. И начинай людям предлагать. А кто будет смотреть как на идиота, кто пошлет. Бить наверное не будут, но пошлет. Вот. Скорее всего вот такое отношение. Но вот то, что был момент, и я знаю, что женщине помогло, так, голубая глина, а у нее другого цвета глина. И вообще возможно любая глина имеет лечебные свойства. глина. И я тогда подумал, да, я принципиальный противник железам залечивания ран естественных, но в данном случае, в одном случае, это было зубы, какая же это естественная рана. очень острая зуба этих самых зайцев. В другом случае, это был механический облом. Вот. Вот он, видите? Вот. Поэтому пусть она останется открытым. Вот. Она считает, что помогла. Я подозреваю, что вот этот тонкий слой глины, он никак не нарушил способность восстановительную, а возможно, за счет каких-то питательных веществ, которые в глине это точно есть, иначе бы не было моды на лечение так же людей. Вот. И я не имел права не показать вам вот эту проблему. Вот эту вот проблему. Значит, давайте думайте, давайте пробуйте, потому что это механические повреждения, а механическим повреждением стандартное, мне кажется, если бы она густую навела, намазала бы, может, еще хуже бы стало. Но мне поразила ее идея тонкий-тонкий слой. На этом я заканчиваю повествование. Я не высказался за, но я должен был вас обязан познакомить с тем чудесным спасением вот этих деревьев. Вот этого и вот этого. Как ни в чем не бывало, да? Все, друзья, вот, пусть я высказался неоднозначно, почему еще, вы помните мой метод? Сотни повторов, а потом только выводы. я всегда тренировался сотнями, с тысячами, с десятками тысяч деревьев, сеянцев, прививок, десятки тысяч. Вот тогда я начинал учить других. Но милая Людмила из Финляндии поразила меня тем, что она считает себя, называет моей ученицей. Кое-что на вебинаре еще одну тему раскроем, а пока получается я теперь у нее учусь. Тонкий-тонкий слой глины. Ну, чтобы не было еще так. Она не грустная, она веселая, но я вспомнил еще украинский анекдот. Что такое сникерс по-украински? Это значит кусок сала и сверху толстый слой шоколада. Это сникерс по-украински. Вот. Ну, а здесь тонкий слой, видите? Я и шутить умею. Людмила, спасибо огромное. Я уже не раз говорил, между нами границ не существует. Мы садоводы. Да? До свидания, Людмила, до свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...